Всем привет! Вы на канале Наши Охоты и Рыбалки, меня зовут Михаил. Прецизионная точность, исключительный легкий, уникальный ствол из углеродного волокна, запатентованная технология однонаправленных волокон углерода, один из самых распространенных калибров. Интересно? Поехали! Сегодня речь пойдет о Magnum Research V22LR. Такой карабин прямо из коробки способен работать в качестве оружия для соревнований. Благодаря своему легкому весу, общей длине в 900 мм, отличной конструкции ложа и непревзойденной точности, данное сокровище может по праву считаться одной из лучших полуавтоматических мелкашек в мире. Так написано в рекламных листовках. Проверяем! Быстро пробежимся по основным характеристикам, а потом бегом в тир. Уже не терпится пострелять из этого чуда инженерные мысли и сгустка технологий. Отличительной чертой является толстостенный ствол, состоящий из стальной трубки с нарезами и углепластиковой оболочки, увеличивающей прочность. Соединение нержавеющей стали и графитовых волокна дало в конечном результате легкий, но при этом крепкий и толстостенный ствол длиной в 430 мм и диаметром 23 мм. Ствол весит всего 455 граммов. Экономия веса и свойства углерода рассеивает тепло на 43% эффективнее, чем сталь, делают эту винтовку точнейшим и не имеющим аналоговым инструментом для стрельбы. Магазин Емкий магазин, вмещающий 10 патронов, не выходит за пределы ложи, что довольно практично, не за что зацепиться. Однако он имеет барабанную конструкцию, которая не слишком удобна для заряжания. Ложа Ложа винтовки явно приспособлена для участия в спортивных состязаниях. Ее форма – широкий ортопедический приклад с вырезом у пистолетной рукояти, узкое цевье, далека от классических форм. Конструкция позволяет легко и удобно использовать оптический прицел, а двухсторонние отверстия в ложе делают оружие удобным как для правшей, так и для левшей. Ствольная коробка Планка Пикатинни является конструктивной частью ствольной коробки, отфрезерованной вместе с ней из одной заготовки. Стрелку нет необходимости демонстрировать слесарные навыки. К сожалению, внешних прицельных приспособлений не предусмотрено, а для оружия под патрон кольцевого воспламенения они были бы кстати, ведь обычная дистанция стрельбы не превышает 50 метров. Мы находимся в стрелковом комплексе Москва. Как и обещал, сейчас будем стрелять с этой офигенской, надеюсь, классной мелкашки. Набрал целый арсенал разных всяких боеприпасов. Вот хочу их сейчас все отстрелять и посмотреть, какие летят кучно, замерить скорости, проверить производители. Предлагаю приступить, патронья много, стрелять не перестрелять. Поехали, время мало. У вас на экране быстрый отстрел всех вариантов патронов. По 5 выстрелов каждого варианта. Скорость замерялась на прибор стрелец АСС-022. Стрельба велась на расстоянии 50 метров. Замер групп и скорости вы увидите далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Отстреляли. 13 вариантов патронов. Отобрал я два варианта, которые максимально кучно пришли. И я ими стрельнул на 100 метров. Эта пристрелка была на полтинник. Отбор патронов. Я этими патронами стрелил на сотку. Пойдем посмотрим, что на сотку получилось собрать. Пошли. На мой взгляд, вот эти два боеприпаса максимально подходят к этому карабину. Вот это СК Райфл Матч. Вот, куча на 100 метров. Ну, здесь, наверное... А вот это... Это Лапо Ами ДАС Плюс. Здесь явно меньше одной угловой минуты. Вот патчечка. Вот так выглядит. Дистанция 100 метров. Друзья, делайте выводы сами. Ну, на мой взгляд, рекламные флайеры по этому карабину не врут. И он реально стоит своих денег. И стреляет он достаточно хорошо из коробки. Я с ним ничего не делал. Я его достал. И вот пришел в тир. Ничего не подводил, ничего. Подобрал патроны. И стреляет он достойно. Для мелкашки на 100 метров это отличный результат. Пишите в комментариях, какими патронами вы стреляете, которые я не попробовал. И на ваш взгляд, они хорошие. Чтобы я их попробовал на своем, на этом карабине. А так, ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok